Приз за лучшую стратегию на конференции разработчиков игр в этом году получил проект Операция Багратион от минской компании Wargaming.net. Игру показывали в походной палатке Красной Армии, а посетителей почивали шнапсом и бутербродами. По-военному серьезные разработчики сурово напоминали о реалиях Великой Отечественной. Компания Новый Диск и компания Wargaming.net с гордостью представляют проект Операция Багратион. Это стратегия реального времени о Второй мировой войне, точнее о Великой Отечественной. Летом 1944 года Красная Армия нанесла сокрушительный удар по немецким войскам на территории Белорусской Советской Социалистической Республики, и в ходе операции была полностью уничтожена группа армий «Центр Вермахта». В этой игре игрок получит возможность на огромных полях сражений управлять сотнями и тысячами танков и пехотинцами, пройти славный путь Красной Армии от форсирования Днепра и до границ нашей Родины и вторгнуться в Польшу. Представляем вашему вниманию игру «Операция Багратион». Игра в жанре посаговых стратегий. Главная особенность данной игры заключается в том, что это очень масштабные, очень большие битвы в сеттинге Второй мировой войны. Можно себе перестать и сказать, что это пошаговая стратегия. А, реал-тайм стратегия. Так, перед каждой миссией планируется, что будет небольшой стратегический брифинг, где показывается продвижение, соответственно, противника, армии противника. Соответственно, наши силы не согласны, высылает свои армии, чтобы отразить удар. Коротко, брифинг, который будет дальше проигран во всех подробностях, представлен. Значит, в игре будет две кампании. Одна за русских, историческая полностью. То есть, фотографировалось место. Реально, это операция «Багратион», это Беларусь под Бобруйском. То есть, фотографировались деревушки, поля, леса, чтобы создать полностью аутентичность обстановки. И, воткнувшись на 232-й пехотный полк, советские войска приостановили свой триумфальный марш и временно перешли к обороне. Показывается диспозиция советских войск. Рота, отправленная в разведку, была уничтожена шквальным артиллерийским отбором. Но эта жертва оказалась не напрасной. Реактивная артиллерия противника обнаружила свои позиции. И командование 2-м воздушным флотом выслало на ее уничтожение эскадрилью юнкерсов. Однако, наш авианалет не увенчался успехом. Зенитная артиллерия русских уничтожила бомбардировщики еще на подлете. Ваша задача — покончить с русскими зенитками. Бросайте ваши танки и пехоту вперед и сотрите их с лица земли. Соответственно, выезжают наши юниты. И задача игрока на ближайшие несколько минут — выполнить конкретную цель миссии. Уничтожить советские зенитки. Интерфейс классический для любой реал-тайм стратегии. То есть, единственное исключение составляет то, что здесь мы оперируем не единичным юнитом, а группой войск. То есть, это, например, 6 танков или где-то порядка 40 пехотинцев. Можно выделить отдельную группу. Можно выделить все вместе войска. И послать в атаку. Уникальной также особенностью игры является кинематографичная камера. То есть, буквально нажатием одной кнопки можно перейти в режим кинематографичной камеры. И при этом будут показаны наиболее зрелищные моменты игры. Как вы видите, русские выслали в контратаку роду Т-34. Точнее, отделение Т-34. Кинематографичная камера показывает наиболее зрелищные моменты боя. В игре достаточно высокий уровень детализации, несмотря на ее массовость. И мы видим, что деревья падают. Там несколько моделей разрушения техники присутствует. Несколько моделей повреждения юнитов. Даже листла с деревьев падает. Все, похоже, мы отбили контратаку советских войск. И переходим непосредственно в наступление на позиции русских. Интерфейс очень легок в управлении. То есть достаточно управлять мышкой и клавиатурой для навигации по карте. То есть количество кликов серьезно минимизировано. Это плод кропотливой и долгой работы, которая велась на протяжении всей разработки игры. Технология наша собственная. Разрабатывалась в течение двух лет. Сам движок игры. В игре присутствует ротный АИ. То есть внутри взвода юниты сами определяют приоритетную цель. Определяют модель поведения. То есть если это пехота, то при обстреле она залегает, ползет на противника. Выбирает, когда кидать гранаты. Танки при атаке перед выстрелом останавливаются. Потом идут дальше в бой. Например, окопанная русская пехота приседает в окопах. Разворачивается, если ее обходят. С флангов и в тыл заходят. Также кидает гранаты по танкам. Сейчас покажем. Полетели гранаты. Сейчас этот немецкий тигр будет уничтожен. Ну, бойцы. Уничтожили немецкого тигра. Так, что мы имеем? Мы уничтожили одно отделение русских зениток. Сейчас уничтожим второе. Все, поскольку мы выполнили свою миссию, нам командование присылает авиацию. Сейчас она уничтожит русские «катюши». Великолепно. Благодаря вам, наша авиация удалось ловить славянские арканы в самом начале русского наслова. Теперь у вас появился реальный шанс отразить массивную атаку русской пехоты. «Принимайте под свое командование 232-й полк и остановите наступление врага». Так, действие переходит на другой участок карты. Мы видим, что наши успели занять оборону. Нам даются окопанные винтовочники, две роты и несколько артиллерийских батарей. Очень высокий уровень детализации и анимации артиллерийских расчетов. То есть пехота сама перезаряжает пушки. Расчеты заряжают пушки, имеют возможности их перетаскивать в разумных пределах. Также нам дана под командование немецкая ракетная артиллерия. Сейчас будет продемонстрирован залп. Собственно, зарядили, залегли, выстрелили, перезарядили. Так, собственно, мы положили всю русскую пехоту почти что. Осталось чуть-чуть на левом фланге. Особенностью ракетной артиллерии является то, что при достаточно эффективном ковровом ударе она достаточно долго перезаряжается. То есть послав, условно говоря, под огонь свое слабое отделение, можно навлечь удар на себя и потом быстро уничтожить ракетную артиллерию противника. Тяжелые бронемашины русских. К счастью, мы можем выставить против них достойного противника. Новейшие тигры 501-го батальона помогут вам справиться с вражеской бронированной армадой. Ключевой особенностью игры, которая не встречается ни в одной другой, является то, что мы в операции «Багратион» можем вести очень массовый, масштабный танковый бой. То есть с каждой стороны мы видим, в сражении принимает участие до сотни танков. Продолжение следует... В данном демонстрационном сценарии количество войск наших значительно превышено, поэтому игрок может позволить себе не сильно вовлекаться в управление отдельными взводами, а нажав режим кинематографичной камеры непосредственно разводиться картинкой боя. Ну, данный сценарий предполагает легкий уровень сложности. Начинайте наступление по всему фронту и захватите укрепленные позиции противника. Соответственно, сейчас мы должны занять последний оборонительный рубеж русских. Уничтожить русские дальнобойные самоходки. Можно выбрать всю армию и послать ее вперед. Войска сами определяют цели, приоритетные. И, в общем-то, игроку, по сути дела, при этом можно особо сильно не заморачиваться с управлением отдельной боевой единицей. Однако, для того, чтобы улучшить исход сражения, в игре присутствуют такие вещи, как маркеры рот, радиусы стрельбы, секторы огня. Соответственно, фланговая атака или заход с тыла дает ощутимые преимущества. Также существует возможность вызова подкреплений из-за края карты. В нашем случае это артиллерийский удар и авиаудар, которые были продемонстрированы ранее. Сейчас мы увидим, как немецкие танки безжалостно сотрудничают земли в белорусскую деревню. Деревня очень аутентична. Представлены строения, стогасена, компостные ямы, колодцы, трактор «Беларусь» даже присутствует, отхожие места. Все натуральное и естественное. Так, что мы? Поехали. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это небольшая рассинхронизация. Ну, в общем-то, в результате за 15 минут мы из достаточно мирного белорусского ландшафта обеспечили, превратили его в результате боевых действий в такое пепелище со столами горящей техники, дымящих юнитов, разрушенные деревни. В общем-то, реалистичные последствия боя. Мы считаем, что то чувство, которое получит игрок, взявшись за мышку и через 5-10 минут осознав, что вообще целой дивизией и вот этим участком фронта управляет он, что все находится под его контролем. Если он побеждает, то это он побеждает. Если он проигрывает, он понимает, почему он проигрывает. Мы считаем, что в отличие от бесчисленного количества других игр про Вторую мировую войну, в том числе и очень хороших игр, здесь мы на порядок расширили масштаб и не просто надпись на коробке, а реально дали человеку возможность осознанно управлять практически дивизией. Предметом нашей особой гордости является тот факт, что наша компания выпустит эту игру на суд отечественного зрителя или геймера как минимум за полгода до того, как эта игра выйдет в Америке и на Западе. В Америке и на Западе будут американцы и так далее. Мы сейчас об этом не думаем. Наш отечественный геймер начнет в это играть уже осенью этого года. И это будет наша советская компания с уклоном в нашу советскую сторону. 1944 год. Год великого освобождения. Советское командование провело одно из самых масштабных наступательных операций военной истории. Ее целью было полное уничтожение группы армий «Центр» и освобождение территории Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. По предложению верховного главнокомандующего операция получила название «Пагратион». 23 июня 1944 года советские войска начали полномасштабное наступление на немецкие позиции. Земля содрогнулась от канонады десятков тысяч орудий и минометов. Тысячи боевых самолетов поднялись в воздух и обрушили шквал огня на застегнутого врасплох противника. Сметая и разрывая в клочья немецкую оборону, в атаку двинулась лавина советских танков. Наступление велось по всем фронтам. За шесть дней ожесточенных боев наши части продвинулись вглубь обороны противника на 150 километров. Вражеская оборона между Западной и Двиной Днепром рухнула. В районах Витебска и Бобруйска были окружены и уничтожены крупные группировки немецких войск. А 3 июля войска 1-го и 3-го Белорусского фронтов соединились под Минском, замыкая кольцо окружения вокруг 4-й немецкой армии. Победа! Четвертый квартал 2008 года. Начало твоей войны. Субтитры создавал DimaTorzok